Это программа в центре внимания. Здравствуйте. О готовности к отопительному сезону сегодня поговорим с министром жилищно-коммунального хозяйства Александром Козловым. Здравствуйте, Александр Александрович. Добрый день. Уже на прошлой неделе в детских садах в северных районах области начали теплее батареи. Отопительный сезон уже начался официально где-то у нас? Да, у нас с распоряжениями глав Зейского района, Селемжинского, Тынгинского района и города Тынды подписаны распоряжения о начале отопительного сезона. Допустим, в Зейском районе из 30 котельных 29 уже запустились. В Челганах одна планируется где-то числа 18 запуска, 19. В Селемжинском районе все 19 котельных затопились, в Тынгинском районе 23. И в городе Тынды распоряжение подписано, но пока температурный график не требует этого, но планируем сегодня, максимум завтра они уже затопятся в свои 4 котельных. В общем-то, если, я так понимаю, вопрос беспокоит северных территорий, северные территории в общий процент у нас готовят 98,5%. Это к данным, обычно данные сверяются к 1 ноября 100%. То есть это связано с мощностями котельных и так далее. По мощности котельных, котельные готовы на 99%, жилищный фонд у нас почти 100%, водопроводные сети 99,5% и тепловые сети 98%. То есть, в общем-то, считаем, что севера заходят с учетом отчетности, которые они дают в готовый отопительный сезон. И, в свою очередь, мы выезжали туда неоднократно на каждую территорию. Вот в прошлый четверг был в тенде буквально. Проверяли. Мы считаем, что готовая территория. Ну вот вообще, по области, если взять, то наиболее масштабные ремонтные работы у нас где в этом году проводили? Ну, у нас существует программа модернизации коммунальной инфраструктуры. Ну вот в рамках этой программы, вот в селе Ивановка, Ивановского района, мы произвели реконструкцию котельной с заменой четырех котлов и закрытием трех малоэффективных котельных. Ну, мы затратили на это где-то порядка 140 миллионов рублей. И планируем получать экономический эффект 13 миллионов по году. То есть, от данных действий. Ну, кроме того, что мы гарантируем о том, что там будет все тепло, уютно и мухи не кусают. Также мы завершили модернизацию системы тепловоснабжения в селе Ромном. Было заменено шесть маломощных котлов на четыре эффективные. Переключение нагрузок было произведено. Также экономический эффект порядка 7 миллионов, ну, при затратах порядка 120 миллионов рублей. Но я скажу, что эти затраты были не разовые. То есть, программа, она работает с 2009 года, 2010, 2012. И этапами, то есть, в результате этой программы были данные освоения. То есть, в этом году завершили там работу, да? Да, скажем так правильно. И большая работа сейчас ведется по реконструкции сетей тепловодоснабжения от района Котельной, номер один, в 59-м квартале города Свободного. Протяженностью 900 метров. То есть, в данном случае, в Свободной неоднократно иметь жалобы по качеству воды. Там построена станция без железа, у них три в России таких. Одна из них в городе Свободном. И сейчас ведутся полностью работы по сетевому хозяйству. На следующий год Свободный также будет участвовать в этой программе. И чтобы, как говорится, не только добыть воду, но ее еще подать надо. Соответственно, сейчас ведутся работы и по сетевому хозяйству. А везде ли созданы у нас нормативные запасы топлива? Да, у нас нормативные запасы по области, по твердым видам топлива, это уголь, 122%. По мазуту у нас 108%. По ряду территорий есть готовность на 80%, ниже нету. Ну, что такое 80%? Это от 45-суточного запаса. Но в сентябре у нас еще является отгрузочным днем, потому что запас нормативный формируется к 1 октября. Если по области, то мы готовы на 122. Вообще прогнозируем быть готовыми на порядка 135-134% от норматива, который состоялся от плана. Что касается по жидкому виду топлива, как я и сказал, на 108 мы сейчас готовы. Из-за того, что была осуществлена поддержка через ЗАГС собрания, меры господдержки были по закупке топлива. У нас сегодня по жидким видам топлива, там Белогорск готов на 135%, и на одном из селекторов, который прошел по линии МЧС, Амурская область вошла в тройку субъектов, которые готовы за счет ряда разных мероприятий правительства Амурской области и муниципальных образований, руководителей вытопительных сезонов именно по жидкому топливу было отмечено как в тройке лучших. Причем жидкое топливо – это самое дорогое топливо. Единственное, вот эта котельная города Белогорска, она у нас потребляет порядка 70 тысяч тонн, там падали 59, то есть ряд моментов были организационных, там главой наведены порядки. Стоялся вопрос о переводе ее в последующем на газ, но оценка проекта техническая дала где-то стоимость порядка от миллиарда до полтора, и данная котельная будет в последующем, после 2015, где-то в районе 2016-2017 года, будет все-таки рассматриваться на проект модернизации, именно перехода на газ. Именно на газ, да? Да, потому что у нас в рамках участия программы «Субъект» по газоэффикации, соответственно, мы будем ждать, и как отраслевики будем настаивать на этом уже в будущих периодах. А сколько можно будет сэкономить при переходе? Сейчас эти расчеты тяжело просчитать. Почему? Потому что экономику газа мы не можем сейчас сказать. Это будет тот этап времени. Но я вам скажу, что переход мазутной котельной на газовую самый простой из тех вариантов, которые мы рассматривали. Технически, да? Технически меняются форсунки и ряд технологических еще изменений. Но, по крайней мере, это из тех вариантов, которые мы предлагали. Допустим, у нас на территории Амурской области работает крупное градообразующее предприятие «Амурский уголь», в котором в основном мы берем все твердые виды топлива. Порядка миллиона тонн по году мы у них закупаем топливо. И для того, чтобы предприятие могло в том числе усилить сбыт, мы им предлагали забрать котельную под свое видение и в том числе провести эти реформы. Но экономика сегодня все-таки складывается в пользу газа. Но вообще при подготовке к отопительному сезону с какими проблемами столкнулись в этом году? Проблемы все переходящие. Скажем так, это износ, соответственно, амортизация того оборудования. К сожалению, что на протяжении длительного периода времени в отрасли не было крупных затрат. В прошлом году по распоряжению губернатора было вложено порядка миллиарда триста. В этом году мы продолжаем в рамках возможности бюджета эту программу. Исходя из этого, пытаемся износ и оборудование уменьшить. Ну, в свое время, то есть мы видим сегодня, вот пример приведу, за летний период времени мы объехали все территории, почти за исключением там нескольких территорий, по которым мы видим, проблем нет. Мы в рабочих поездках были и совместно с главами отслеживали ряд моментов и видели помощь прошлого финансирования и этого, о том, что она помогла. Там, где котельные были, ну, допустим, тяжело было назвать котельные, допустим, пример, да, вот у нас проблемный, Магдагачинский район, все время, то есть там сегодня котельную не узнать. То есть специалисты, которые в свое время участвовали на, там была компания по устранению аварии, когда решался вопрос, то есть сегодня уже говорят, это другая котельная, там и у женщин на первом этаже цветы стоят. То есть это о чем-то характеризует. Но недочеты есть, мы их контролируем, там, допустим, есть пример на Магдагаче, там вопрос конвертной ленты, ее надо до иноября обязательно поменять. И крупная компания, которая сегодня у нас занимается, это Бурея Гастрой, в рамках вот программы укропнения ресурсоснабжающих предприятий, вот у нас, чтобы было понимание, 156 компаний. Всего в целом по области работает. Да, которая проходит защиту в службе РЭК, тарифа, то есть которая является ресурсоснабжающим 156. Вот, и, соответственно, мы понимаем, что очень тяжело контролировать такое большое количество компаний. Во-первых, это, ну, дает повод предпосылке банкротства. Да, и постоянное банкротство периодически, да. 156 главных бухгалтеров, и так далее. То есть это, ну, немножко разные фонды заработной платы, да. И в рамках вот поручений, вот, Бурея Гастрой зашел на Магдагачинский, в Сковородинский район. Есть недочеты, связанные с тем, что, ну, компания была, занималась не только ЖКХ, но и строительством, но сегодня они приняли решение, выделили этот блок в отдельную дочернюю компанию ЖКХ-ресурс, и, надеюсь, эти недочеты они их устранят. По именно техническим вмешательствам, которые мы сегодня мониторим, мы видим, что они их исправляют. Как бы здесь, я думаю, программа... А кроме этой компании есть какие-то у нас крупные? Да, есть компании. Это у нас коммунальные системы БАМа, да, которая полностью ветку севера обслуживает у нас порядка тысячи человек трудится на этом предприятии. И сегодня компания «Обулкоман-сервис» существует у нас на рынке. Это бывший актив правительства Амурской области был выкуплен на конкурсе, и, соответственно, сегодня руководители, которые зашли на это предприятие, пытаются также зайти на многие районы и у крупниц. Сегодня рассматривается вопрос, вот они дополнительно заходят на Мазановский район, решают вопрос с Октябрьским районом и готовы зайти и в Тамбовский район. И также у нас в этом году добавился новый угрок на поселке Наварачике, муниципальное образование «Прогресс». Амурская угольная компания, то есть они взяли под себя две котельные «Громиха», «Керзавод», и, я думаю, в этом году не позволят там допустить каких-то нареканий. Время заканчивается. И вот напоследок хотелось бы, вот ваша личная оценка подготовки к отопительным сезонам Амурской области. Мы готовы войти и дать тепло нашим людям, горожанам, и чтобы их не подвезти. Я надеюсь, все будет хорошо, и никто не поедет у нас в этом году на север области. Спасибо вам за беседу. Это была программа «В центре внимания», и сегодня мы разговаривали с министром жилищно-коммунального хозяйства Амурской области Александром Козловым о предстоящей зиме, а точнее о том, насколько мы к ней готовы. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.